Продолжение следует... 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 Потом его рука начала холодеть, потом она раскрылась, и его больше с нами душевной жизни не было. И это очень важный момент. Потому что очень важно, что человек не был один, когда он уходит в вечность. Но бывает ещё другое. Человек болеет иногда долго. И он бывает тогда окружён или любовью, лаской, заботой. Тогда умирать легко, хотя больно. И об этом я тоже скажу. Но бывает очень страшно, когда он окружён людьми, которые только ждут, как бы он умер. Потому что пока он болеет, мы пленники его болезни. Мы не можем отойти от его койки. Мы не можем вернуться к своей жизни. Мы не можем радоваться своим радостям. Он как тёмная туча висит над нами. Как бы он умер поскорее? И это умирающий чувствует. Это может длиться месяцами, когда родные приходят и холодно его спрашивают. Ну, как тебе? Ничего? Хорошо, тебе что-нибудь нужно? А, ничего тебе не нужно. Хорошо. Ты знаешь, у меня свои дела. Я вернусь ещё к тебе. И даже без того, чтобы голос звучал так жестоко, человек знает, что его посидели только потому, что надо посидеть. Но что ждут его смерти с нетерпением. А иногда бывает иначе. Иногда бывает, что человек умирает. Умирает долго. Но он любим. Он дорог. И он готов пожертвовать счастьем пребывания с любимым человеком. Потому что это может дать какую-то радость или пользу другому человеку. Я позволю себе сказать сейчас нечто о себе. Моя мать в течение трёх лет умирала от рака. Я за ней ходил. Мы были очень-очень близки. Дороги друг к другу. Но у меня была своя работа. Я был единственный священник на Лондонский приход. И ещё раз в месяц я должен был ездить в Париж на собрание Епархиального совета. Денег у меня не было для того, чтобы позвонить по телефону. Поэтому я возвращался, думая, найду ли я мать свою живой или нет. Она была жива. Какая радость. Какая встреча. И постепенно она стала умирать. Я помню, что бывали моменты, когда она подзвонит в звонок. Я приду. И она мне скажет, что мне тоскливо без тебя. Побудем вместе. А бывали моменты, когда мне самому было невмоготу. Я поднимался к ней, оставляя свою работу и говоря, мне больно без тебя. И она меня утешала о своём умирании и о своей смерти. И так постепенно мы вместе уходили в вечность. Потому что, когда она умерла, она с собой унесла всю мою любовь к ней. Всё то, что между нами было. А было между нами так много. Мы прожили почти всю жизнь вместе. Только первые годы эмиграции мы жили в росте, потому что негде было жить. Но потом мы жили вместе. И она меня знала глубоко. И когда она мне сказала, как странно. Чем больше я тебя знаю, тем меньше я могла бы о тебе сказать. Потому что каждое слово, которое я бы о тебе сказал, нам добыло бы исправлять какими-нибудь дополнительными чертами. Мы дошли до момента, когда мы знали друг друга так глубоко, что мы сказать друг о друге ничего не могли. А приобщиться к жизни, к умиранию и к смерти мы могли. И вот мы должны помнить, что каждый человек, который умирает, в таком положении. Что какая бы то ни была черствость, безразличие или какое-нибудь желание, чтобы кончилось бы это же наконец, невыносимо. Человек это знает. И мы должны научиться преодолевать в себе все тёмные, мрачные, скверные чувства. И забывая о себе, глубоко вдумываться, вглядываться, вживаться в другого человека. И тогда смерть делается победой. О, смерть! Где твоя жало? О, смерть! Где твоя победа? Воскрес Христос и мертвецов не один во гробе. Татьяна Семчишина, пожалуйста, поднимайтесь просто сразу. Роза Адаманс, Светлана Харитонова, Фёдор Василюк и протеерей Серафим Правдолюбов. Если можно, пожалуйста, все, кто уже пришёл, поднимитесь сразу. Фёдор Ефимович пробки застрял, так что он придёт. Последние три года я работаю в детской реанимации. Я работала в детской реанимации двух московских больниц с детьми от 0 до 18 лет. Обе больницы эти были не скорость помощные, то есть те дети, которые находились у нас в отделении, это были дети, которые чаще всего долго лечились, тяжело лечились, долго болели. И в обеих больницах, это может быть важно для понимания тех ситуаций, которые я буду описывать, родители могли навещать детей или с ними находиться в зависимости от правил в конкретном отделении. В одной из этих больниц я продолжаю работать до сих пор. И, конечно, три года – это не самый большой срок, но всё-таки это достаточный период для того, чтобы поделиться некоторыми наблюдениями и размышлениями в контексте темы сегодняшнего семинара. Если вслушаться в название нашего отделения – реанимация, то это первая ассоциация возникающая – оживление, возвращение к жизни, и становится абсолютно очевидным, что смерть – это наш противник. Когда я говорю «нас», я имею в виду медицинского персонала. И борьба со смертью или попытка её отсрочить как-то – это неотъемлемая часть и суть нашей работы. И у нас, я бы сказала, такой военизированный подход к смерти, потому что всё описывается в терминах «борьба», «противник», «победа», «поражение». И такой подход, он свойственен не только для реанимации, но и в целом для медицины, когда делается всё возможное и невозможное, чтобы вылечить или хотя бы попытаться вылечить, зачастую не считаясь ценой и последствиями таких действий и решений. Всё для фронта, всё для победы. Вот так мы чаще всего работаем. Для нас, опять я говорю, как для медицинского персонала, смерть воспринимается чаще всего как поражение. И особенно, когда речь идёт о смерти детей или о смерти молодых людей. Это, можно сказать, что нормально и объяснимо. Особенно, повторюсь, для детей с заболеваниями трудными, серьёзными, которые проходили долгое лечение, за ребёнка боролись, цеплялись на малейшую возможность. Благо, что сейчас у медицины таких возможностей гораздо больше. И изо всех сил надеялись переломить ход заболевания. Один раз получилось, другой раз получилось, а третий раз нет. И ребёнок погибает. И, с одной стороны, это даёт нам, медикам, всем медицинским сотрудникам, ощущение, что сделано всё возможное. И уверенность даже, что сделано всё возможное, чтобы помочь. А с другой стороны, это как будто бы выводит смерть за скобки. Делает её чем-то, о чём не принято говорить и думать. И получается такой парадокс. С одной стороны, для нас, для сотрудников реанимации, смерть — это часть нашей повседневной работы. Это не какое-то философское понятие, это не абстрактная категория, а это что-то очень конкретное для нас. И мы буквально смыслом можем потрогать смерть руками. Для нас понятие смерти, оно может иметь свой вполне определённый цвет, запах, звуки, которые связаны с этим событием. И приближение смерти или наступление смерти, оно ещё требует от нас вполне определённых действий, которые мы должны выполнять. Не говорить, пресекать или не поддерживать разговоры, не отвечать на прямые вопросы или отвечать уклончиво, сохраняя дистанцию, эмоциональную отрешённость от происходящего. Это такие негласные принципы, как продолжать работать в реанимации и не сойти при этом с ума. Конечно, можно всё это рассматривать как защитные реакции для сохранности психики, потому что у нас тоже есть свои обязанности, задачи, которые мы должны выполнять. Но всё-таки, например, эмоциональный контакт с родителями наших маленьких пациентов, которые по умолчанию не слишком приветствуются, он может быть очень разным. Можно погрузиться в их отчаяние и горе, и тогда точно никому от этого не будет лучше. А можно выслушать то, что многие родители рассказывают о ребёнке, о том, каким он был, до и во время болезни, показывают фотографии на телефоне. И очень часто в реанимации, так как ребёнок находится в медикаментозном сне, вот такой рассказ родителей – это единственная возможность для нас что-то о нём узнать. И смерть, и страдание ребёнка – это тема, к которой очень трудно подступиться. И вот, как я уже в самом начале сказала, общепринятый настрой на борьбу, на то, что лучшее, что можно сделать для ребёнка в такой ситуации – это успокоить, подбодрить. Иногда он приводит к тому, что ложь наслаивается на ложь, молчание на недоговаривание, и уже это как снежный ком начинает катиться, и кажется, что это уже нельзя остановить, и он сейчас просто раздавит. И иногда у меня возникает ощущение, что мы все становимся заложниками этой ситуации, как общепринято. И мы как будто отыгрываем свои роли положенные. И я думаю, что причина в том, что мы боимся боли, мы сами боимся боли, мы боимся настоящей встречи на глубине и с ребёнком, и с родителями. И мы не знаем или мы думаем, что мы не знаем, как себя вести. Потому что гораздо легче сказать ребёнку «всё будет хорошо, ты у нас полежишь денёк-другой и поедешь к себе в отделение», даже если мы знаем, что ребёнок приехал к нам умирать. И родителю легче, даже в такой ситуации, когда уже достигнута какая-то точка невозврата, и отказывают все органы, ребёнок сам не может дышать, у него не работают почки, сердечная деятельность его поддерживается только на социальных препаратах, и доктора это объясняют всё родителям. А родитель с надеждой смотрит на медсестру и говорит, а вы пейте сегодня температура 36,6. Это ведь неплохо, да? И в этой ситуации легче всего подыграть. И сказать, конечно, 36,6 – отличная температура. Это очень хорошо, что он сегодня не температурит, хотя он может через 2 часа умереть. Мы оказываемся в такой ситуации, когда, к сожалению, дети погибают. И говорить о смерти в принципе трудно, а говорить с ребёнком о смерти, наверное, вдвойне труднее. И возникает сомнение регулярно, а вообще нужно ли это, можно ли это. И как говорить с детьми о смерти, в том числе о смерти их собственной. В своих беседах Владыка однозначно отвечает на этот вопрос утвердительно, что с детьми можно и нужно говорить о смерти, естественно, в понятной форме, а глубину и содержание этого разговора определяет только одно – это отношение самого говорящего к смерти и к страданию. И я вам приведу одну цитату Владыке, как раз по этому поводу. «Думаю, что каждый из нас должен рассматривать собственную жизнь на фоне этой возможности, то есть своей будущей смерти, и не для того, чтобы примириться с ней, потому что это однозначно было бы в некотором смысле принять своё поражение, но посмотреть на неё, как на нечто, что произойдёт и будет победой, другого рода, победой в другом измерении. И тогда можно говорить о смерти с ребёнком любого возраста». И я тоже приведу пример, потому что то, что мы видим, и с чем мы сталкиваемся регулярно, что дети, как и взрослые, они часто очень много понимают и предчувствуют. И вот эта ложь и обман, и игры, в которые мы играем, они, конечно, наверное, приводят ещё только к большему чувству одиночества для ребёнка, потому что дети, какие вопросы они задают, они очень многое понимают. У нас однажды была девочка, и это нечастый пример, но он поразительный, девочка 15 лет, Катя, которая лежала у нас несколько раз в реанимации, она болела муковисцидозом, и заболевание серьёзное, в её ситуации прогноз был очень плохим. Она несколько раз была у нас, уезжала в своё отделение, и в какой-то раз она приехала к нам навсегда, она у нас умерла. После этого к нам пришла бабушка её и принесла нам подарки. И рассказала, что перед последним поступлением в реанимацию Катя попросила её сходить в магазин, она выбрала подарки для сестёр и для врачей своего отделения реанимации. Сказала бабушка, пожалуйста, купи вот это, вот это, вот это, и когда я умру, ты приходи и подари. Раньше этого не делала. Мы были поражены, конечно, и, ну, общаясь немножко с этой девочкой, она, конечно, никогда не говорила о смерти напрямую, но, тем более, девочка-подросток, которая много знает, понимает, она видит, что происходит в отделении, когда уходят её друзья, умирают от такого же заболевания. Думаю, что сейчас информации в интернете много доступны. Ну, вот такой удивительный пример. Ещё одна тема, которую Владыка тоже затрагивает в своих беседах, и я коротко о ней скажу, тоже с теми примерами, с которыми мы сталкиваемся, это смерть младенцев. Владыка говорит о том, что если мы, наверное, ещё можем как-то понять, или попытаться понять, что ребёнок может предчувствовать свою смерть и как-то возрастать в своём отношении к собственной смерти о ребёнке-подростке или о ребёнке 90-ти лет, то что говорить о младенцах? И есть ли тогда смысл в их страдании и смерти? Как это может быть? И опять приведу его цитату. «Если болен ребёнок в том возрасте, когда мы не можем ожидать, что он будет сознательно понимать происходящее, когда он ещё не способен научиться тому, что требует воли, интеллекта, зрелости, чувства, активной веры, активного принятия, то это не означает, что происходящее с ним в теле никуда не ведёт, и что оно не станет положительным событием или положительным вкладом в его вечную жизнь». И один пример, который мне хочется привести, наверное, можно сказать, что это всё субъективные ощущения, но их сложно придумать и невозможно. Однажды у нас лежал малыш, он был вторым из двойни. Первый мальчик родился абсолютно здоровым, а второй родился с дефицитом массы тела и со множественными пороками. Какие-то из них могли быть исправлены хирургически, но с какими-то было справиться гораздо сложнее. И этому малышу было несколько месяцев, я сейчас, честно говоря, не помню сколько, может быть, три-четыре, не так важно. И он лежал у нас в отделении, и когда я с ним работала, когда я подходила к этому мальчику, на меня смотрел старичок. Это не был младенец. То, как он вёл себя, то, как он смотрел на окружающий мир, было ощущение вот чего-то совершённого, с какой-то законченной жизнью. И когда он умер, и мы ждали родителей, там приводили всё в порядок, и ждали, когда придут родители, было абсолютное ощущение совершённой жертвы. Жертвы ради жизни другого. Потому что он отдал свою жизнь и свои силы для того, чтобы второй мог жить. Вот такая была ситуация. Так рано, когда ещё не успели построить никаких отношений, когда у родителя не было возможности вырастить и воспитать этого ребёнка. На что Владыка снова говорит, это его цитата, его слова, «Никогда нельзя думать, будто жизнь ребёнка началась с его рождения, вспыхнула за несколько дней или недель, или месяцев, и погас, как будто ничего не было. Был долгий период глубоких личных отношений, вырастания во взаимоотношениях между матерью, ребёнком, отцом, а, возможно, и окружающим миром, которые были абсолютно реальны, содержательны и существенны». И, опять-таки, когда я эти слова читаю, то картинка у меня очень определённая стоит перед глазами. Мальчик шести месяцев, Витя, который тоже родился с некоторыми пороками, не буду вдаваться в подробности, но, к сожалению, они были несовместимы с жизнью. Он пролежал у нас, его привезли из другого города, и наши московские врачи пытались что-то сделать. Мама, молодая женщина, была с ним, и, к сожалению, Витя умер. Когда по правилам того отделения, где это всё произошло, маме нужно было подождать в коридоре, пока опять отсоединят всю аппаратуру, и я вышла к ней, потому что было кому заниматься, малышу. Что делать, я абсолютно не знала. Я не знала, что говорить, как утешать её. И мы сидели с ней на лавочке, там и ждали. Она молчала какое-то время, потом она сказала, я так надеялась, что мы победим. Я дала имя Виктор, столько людей молилась. Мне ведь говорили, что он умрёт при рождении. Нам помолчали ещё. Потом она сказала, и как же я всё-таки рада, что он у меня был. Нет, не был, он у меня есть. Ведь эти шесть месяцев, которые мы были с ним, пусть это были шесть месяцев в больницах, это мои самые счастливые шесть месяцев жизни. Реанимация, как тоже в самом начале я сказала, это всё-таки про борьбу за жизнь. Это не про умирание, да, смерть приходит к нам. Но это всё-таки про жизнь. И в нынешних российских условиях очень много есть разных препятствий, обстоятельств, условий, тоже подробности которых я не буду погружаться, которые, наверное, делают очень сложным, а иногда и практически невозможным воплощение в жизнь подхода владыки к умиранию, к смерти, к уходу за умирающим. Но даже несмотря и вопреки, даже когда, например, состоит очень серьёзный вопрос, что сейчас происходит? Это искусственное продление жизни, да, для ребёнка, или продление его страданий, которые, к сожалению, в силу наших юридических особенностей сейчас имеют место быть. Даже вот в такой ситуации Бог может в неё войти, наполнить её смыслом, наполнить её светом и содержанием. И я вспоминаю родителей, пару, у которых мальчик-подросток Никита, 15 лет, он поступил к нам уже без сознания, в хоме, и в силу прогрессии заболевания стало очень быстро понятно, что он из этой комы не выйдет никогда. Его можно присоединить к аппарату искусственной вентиляции, какое-то время оно будет поддерживать в нём жизнь, но заболевание прогрессирует, и то, что ждёт, это смерть в течение нескольких ближайших месяцев. Родители Никиты были в разводе, причём они развелись, когда Никите было два или три года, он был совсем маленький. Он жил с мамой, папа приехал в больницу. Папа с мамой оба ухаживали за Никитой по очереди, потому что у нас только один из родителей может находиться. Это было удивительно красиво, потому что, при том, что это был дальний развод, у них были какие-то претензии взаимные друг к другу, всё было не так, что-то характерами не сошлись, не знаю, что там ещё. То, как они общались друг с другом за эти три месяца, то, как они ухаживали за Никитой, как папа трогательно ухаживал за Никитой. Это помнят сейчас все наши врачи и сёстры. И для них вот этот период времени он оказался... И внутренний подготовка, когда всё случилось, они были абсолютно готовы. Это одна из немногих ситуаций. Это было очень трагично всё, это было очень тяжело, но они были абсолютно готовы к тому, что происходит. И это изменило и их отношение друг с другом, и их отношение... Никита ушёл в семье, он ушёл с обоими родителями. И это было какое-то такое тоже чудо и примирение для них всех. Если отвечать на те вопросы, которые поставлены у нас в семинаре, как человек сам относится лично к страданию и смерти, то работая в реанимации и регулярно видя эту смерть и страдания, я могу сказать только одно, что смерть любого человека, маленького, большого, это тайна. И это таинство, к которому иногда мы можем чуть приблизиться, а иногда мы совсем не понимаем, что происходит. Владыка в своих беседах показывает нам путь, потому что вопрос, наверное, у всех нас возникает, а что делать? Что мы можем делать, находясь рядом со смертью и страданием? Как мы можем помочь? И Владыка говорит нам, что примером и образцом для нас всех, кто находится рядом со страданием и смертью, является Божья Матерь у Христа. Другого примера у нас нет. И когда я читала эти беседы Владыки, ставшие потом брошюрами четырьмя, то они для меня были очень большим утешением. И на этом, наверное, я хотела закончить. Но утешением тоже в том, как об этом говорит Владыка. Не означает рассеять его боль, муку, страдания, но помочь ему стать лицом к лицу, с этим противостоять открыто, как мы противостоим неприятелю. Спасибо большое. Ну, а теперь вот если есть какие-то вопросы, то мы готовы, то можно задать Тане вопрос, или мы тогда переходим к следующему выступлению и попросим Светлану Харитонову. Я нажала, вроде бы. Да? Все нормально? Слышно? Меня зовут Светлана, и я буду делиться с вами своим личным опытом. Хочу заранее извиниться, потому что я говорю об этом первый раз на публику. И, ну, в принципе, первый раз я буду сейчас это озвучивать при незнакомой аудитории. Поэтому опыт, к сожалению, не совсем еще пережитый, поэтому слезы довольно близко. Если я не смогу с собой справиться, вы мне извините, пожалуйста. Полтора года назад моему мужу поставили диагноз рак. К сожалению, выяснилось, что это уже на очень поздной стадии. Мы боролись. Мы уже 16 лет были уже на тот момент, и мы искали все возможные пути помощи, обычные, да, ну, аккуративные, как и аккуратные, да. Но, к сожалению, ни к чему не пришли. И к началу августа 2015 года уже начались очень серьезные симптомы. И было понятно, что дело совсем плохо. Он попал в больницы, хотя, если кто-то сталкивался с онкологией, то, возможно, знает, что больницы не очень охотно берутся такими диагнозами. Их, в общем, тоже можно понять, да. Потому что мы убедились в том, что даже врачи, которые искренне нам хотели помочь, действительно, в воду начинали там говорить о том, что вот там подлечитесь и пойдете. Это были наиболее к нам расположенные люди. И вот последний опыт, когда у него случился пневмоторакс, мы попали в 23-ю больницу. И врачи отделения, они сначала назначили хуже лекарства, а потом они по одному отменяли, потому что понимали, что только хуже. Он уже практически не мог ходить, вообще не ел, мучился болями, которые ничем не могли купировать. И в этот момент я просто уже не знала я, что делать. И каким-то немыслимым совершенно чудом я наткнулась на сайт первого московского хосписа. И у меня было такое, знаете, ощущение, что хоспис это такое что-то такое с Лженицынским раковым корпусом, связанные там, такие там серые стены, там воющий ветер, злобные персоналы, и туда привозят тех людей, которых уже списали, что называется, да. Но в отчаянии поехала туда посмотреть. И я была, конечно, просто поражена. Просто, ну, то есть, если опять-таки кто-то сталкивался и видел, это здание, да, это практически в центре Москвы, двухэтажное кирпичное здание, такое красивое, туда заходишь, там шикарная лестница, такой запах какой-то домашний, абсолютно не больничный. Я когда пришла, объяснила ситуацию, да, то есть, я действительно, я не имела никакого к ним отношения. Я пришла с улицы, просто вся трясущаяся, заливающаяся слезами, там, с несколькими бумажками, объяснила ситуацию, вдруг они мне сказали, ну, там, мы можем вас принять, там, приезжай. Я даже не знала, как об этом мужу сказать, это мне, когда в больницу приехала, думаю, как аккуратно рассказать. Начала что-то подбирать слова, и вдруг смотрю, у нее первый раз за счет время болезни, там, это несколько месяцев уже было, на самом деле, у него в глазах слезы блестели, ну, все, я же слышу, что я расплавляю. А он говорит, ну, слушай, мы столько-то искали, почему нам вообще никто не сказал, потому что такое бывает. И все было, правда, очень плохо, и мы накануне вечером, мы с ним попрощались, потому что я, ну, думаю, что я его не смогу забрать, потому что было очень плохо. Мы приехали в хоспис, и знаете, такое, мы когда зашли, я его поволокла на второй этаж, в службу, там, где я, ну, где я общалась, по лестнице, он еле идет, я его на себе тащу. Мы туда приходим, на нас смотрят, как на дурачков. Мы говорим, ну, мы говорим, сразу там две кровати, ты на какой будешь лежать там? Я на этой. Ну, хорошо, если я тогда вам это там, будете здесь, я ему, конечно, буду. Это все, понимаете, это все настолько сильно отличалось от того, с чем мы сталкивались все это время, при том, что я достаточно активная, и я, правда, очень редко где встречала серьезное сопротивление в обычной медицине, и действительно нам многие хотели помочь, просто не имели ресурсов. И тут мы приехали к людям, которые понимают, что это такое, и, знаете, вот буквально, да, то есть настолько заселили, его положили в кровать, объяснили, что ему там можно там делать все, там буквально до, Дима, вы курите, курю, ну вот вы можете выйти на балкон, прям в нашей палате, выход прям в пальцу, ну, если не хотите там одеваться, вот может там в туалете покурить, ну, а если совсем тяжело, ну, в постели покурить, ну, то есть, я понимаю, что там глупо, когда там человек, у меня там брак, ну, если он что-то покурил, ему сейчас запрещать, да, ему хочется, ну, вот что теперь делать. Ну, и вся вот эта, вся, все наше время там складывалось из таких мелочей, и которые выросли в итоге в одно огромное, они еще и профессионально помогли. Палиативная помощь была подобрана в первые два дня и очень эффективно, то есть мы сняли практически все симптомы сразу, и он через три часа попросил поесть, он не ел к этому времени уже несколько дней. И я хочу сказать, что это время в первом московском хосписе, оно все вообще изменило, потому что, извините, потому что, если бы он умер в больнице, он бы умер один, и явно не смирившийся, напуган, ему бы, наверное, было больно. Если бы он, вот. получилось так, что мы, во-первых, получили три недели вообще большого такого отдыха. И человек, который уже, в принципе, я не скажу, что он отчаялся, он не принял, но он уже, ну, как сказать, да, то есть он просто планировал, что все. И вдруг он получил еще месяц настоящей, полноценной жизни. И это очень-очень большой подарок, и мне очень жаль, что там нет ничего сложного. Когда к нам пришли на обход первый день врачи, медсестры, пришла целая большая команда в нашу палату, зашло там сразу, я не знаю, сколько, ну, больше десяти. Мы, естественно, попропеем слегка, но на то, что сейчас как-то ответ, что называется, держать, что мы сюда приехали-то, он уже сидит веселый, жует бутерброд. Я, например, всегда скажу, что он у меня умирает, а тут сидит такой, бодренький, бутерброд отрезкает. Вот. И подошел замглавного врача, такой высокий, статный, красивый мужчина, и вдруг он сидел перед ним на корочке, там, в жди, на кровати лежал, он просто сидел перед ним на корочке, чтобы глаза были на урду. И хочу сказать, что это, ну, это не приходило в голову никому, хотя мы обращались и к платным врачам, и те, кто за, там, достаточно существенное вознаграждение могли вести себя более чем вежливо, внимательно, там, да, и прочее, никому не приходило в голову сесть на корочке для того, чтобы глаза были на одном уровне с ним, чтобы он себя не чувствовал, ну, там, лежащим при смерти, там, на смертном адре, условно говоря. и я все время чувствовала, что в этом месте мне помогут и могут, ну, я не знаю, могут поддержать словом, могут поддержать делом, да, то есть абсолютно всем. Я была на 100% уверена, что все, что в человеческих силах может быть сделано, может быть сделано там. И когда уже все случилось, я думала, что, ну, просто когда живешь обычной какой-то жизнью своей, да, просто не думаешь об этом, не думаешь, что, ну, смерти не бывает и все такое, да, вообще то, что не с нами происходит. А когда столкнулась, уже узнала, я просто решила, что, ну, надо же, вот какой мир. Я стала активно помогать, я стала волонтерить, ну, как активно, ну, понятно, что, да, там, не очень активно. Ну, в общем, я решила, что я тоже хочу внести там некий вклад, какими-то еще там вещами занималась и начала общаться с людьми в онкологической тематике, делясь своим опытом, да, там, какими-то координатами, какими-то прочитанными книгами, там, чем-то еще. Начала спрашивать про хоспис, про палеотивную помощь и выяснила, что этого нету вообще, нету, просто нету, как явление, как класс. Люди, во-первых, боятся на обладельском уровне, но и действительно, с той стороны тоже этого не так много. Я поняла, что то, что случилось с нами, это реальное чудо какое-то. Ну, действительно, когда вот у тебя есть такое чувство к человеку, что ты можешь с ним пройти до самого конца, держая его за руку, и чтобы он не почувствовал лжи и фальши, это действительно должна быть какая-то любовь. Я очень рада, что есть люди, для которых это любовь в профессии. Ну, как-то немножко цинично звучит, но это не профессия, это призвание, да, и как это по-человечески сказать, я не знаю, что есть еще вот такие люди. Ну, и мы, как близкие, тоже, в общем, можем... Я думаю, что моему мужу было не страшно. Единственное, что... Единственное, что меня вообще эта история утешает, я думаю, что ему было не страшно. Вот. Извините, пожалуйста, за этот прерывистый рассказ, я думаю, что... Спасибо большое. Пожалуйста, кто... Если можно вопрос... Поблик, поднимите. Первый вопрос к девушке, которая выступала первой. Ваше отношение к Афтаназе? Личное отношение? Не общее. И второй вопрос к тому, кто сможет на него ответить. Каково соотношение между количеством, между возможностями хосписа и количеством тех людей, которые мудаются? Ваше отношение к Афтаназе? Ваше отношение к Афтаназе? Ваше отношение к Афтаназе? По поводу личного отношения к Афтаназе, я, наверное, могу сказать только одним предложением, что мысли или потребность в Афтаназе возникает, когда нет качественной палеотинной помощи. Когда человек остаётся один, когда он остаётся в боли физической или душевной, и тогда он начинает думать о том, лучше бы всё это кончилось. И лучше бы для меня, и лучше бы для окружающих. Если есть качественная помощь, которая может и снизить те симптомы болевые для человека, и помочь семье, потому что хоспис ведь не только про симптомы, про контроль, и про жизнь, про поддержку жизни. Про человеческое до последнего момента, хотя бы частично. Что, простите? Простите, что? Остаться человеком, насколько это возможно, до самого последнего момента. Про человеческое достоинство и про отношения с достоинством. Даже в пределах Москвы есть, безусловно, первый московский хоспис, который является просто, ну, флагманом, да, который с огромным отрывом, я не знаю, к счастью, к сожалению, но, конечно, к сожалению, да, то есть он идёт впереди, там, задавая темп. Но те, что и за ним, есть ещё несколько хосписов, умышленно не буду называть номера, которые, в общем и целом, подтягиваются, да, то есть они стремятся к этому уровню и очень много делают для того, чтобы соответствовать. Даже в Москве есть хосписов, которых не предлагается такой поддержки всеобъемлющей, которую мы лично с Димой, да, получили. Если мы говорим про регионы, то сейчас, к сожалению, не вспомню, у меня был один какой-то отзыв, извините, ради бога, не вспомню город, да, но это был единичный. Всё, что я в основном слышу, нету, 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 даже не то, что хосписов, даже просто палеотивной помощи, вменяемой, когда могут хотя бы подобрать схему, уже даже нет речи, там, о, там, заботе, там, да, о каком-то человеческом участии и уважении к пациенту. Даже схему палеотивную чаще всего не подбирают. Если бы нам не повезло, то мой муж уходил бы с боли. Роза Адамянс, редактор вот этих вот прошурок, о которых мы сейчас говорили. Да, мне не придется делиться с вами какими-то впечатлениями и с тем, как я переживала смерть и как я помогала умирающим. Я только могу вот сказать, что я действительно редактировала вот эти брошюры. Была такая мне оказана честь. И поделиться с вами вот какие мысли, какие впечатления, и что меня более всего поразило в этих четырех брошюрах, одна из которых вот называется «Ты никогда не умрешь». Вот, все эти брошюры, это, как вы понимаете, это беседы со слушателями, в которых он размышляет, Владыка Антоний размышляет о тайне смерти, о тайне вечной жизни, о том, как помочь умирающему, как его подготовить к этому, как вот сделать, чтобы он смог принять вот этот период своей жизни. И надо сказать, что меня, ну, приятно, может быть, даже удивило, в общем, они такие практические беседы, что он не пускает со своих беседок такие теоретические богословские размышления. И остерегает и нас, вот тех, кто сталкивается с этим, от подобных разговоров с больными и дает понять, что это не всегда уместно, и этого человек не всегда может принять, находясь в таком тяжелом состоянии. Когда разговариваешь, говорит он, не надо задавать вопросов, веришь ли ты в Бога, веришь ли ты в вечную жизнь, но надо лишь спрашивать, чувствуешь ли ты, что мы вместе, что я рядом. Хотя в другой раз, в другой брошюре, в другой беседе он говорит, что можно иногда ненавязчиво поделиться своими убеждениями, своей верой с умирающим или с тяжело больным человеком. Кроме того, как вот не странно, ну, не то, что не странно, а для меня было удивительно, мне казалось, что это очень хорошо, разговаривать с больным человеком вот о чем-то совершенно вот другом, отвлекать его от тех, от того состояния, в котором он находится. Но вот он считает, что бессмысленные, ненужные, пустые разговоры обо всем, ни о чем, а в попытке отвлечь больного от его болезни, они совершенно ни к чему, они совершенно не нужны, он противник этого. его сострадание к ближнему помогает ему в каждом отдельном случае встречи с умирающим найти нужный тон, построить нужный диалог, найти тот единственный ответ, который убеждает и помогает больному с большей смелостью взглянуть в лицо смерти. Ведь вот те примеры, которые он приводит, каждый раз с больным, с тяжело больным, с умирающим, он какие-то находит необыкновенные ситуации, необыкновенные примеры. В своих беседах он часто прибегает к примерам из собственной жизни. И, ну, известно, что у него был богатый жизненный опыт, он работал в госпиталях и был на войне, и очень много встречался с людьми. И из этих примеров видно, какое он большое значение придает каждой встрече и каждому человеку. Это вот какой-то такой урок для каждого из нас. Он советует разговаривать, быть рядом, просто молчать, вот физическому присутствию при больном, он придает очень большое значение. Быть, вот глагол быть, он подчеркивает его. Советует в буквальном смысле протянуть больному руку, касаться его, положить руку ему на плечо. Он считает, что это очень действенное, очень помогает не только взрослым, но и даже детям. И вот вы, наверное, видели сегодня, как он рассказывал о солдате, при фронтовом госпитале, с которым его свела судьба, и как он просто, тот боялся остаться один, и он держал его за руку всю ночь. И тот сумел легко уйти, уснуть, не будучи в страхе одиночества. И вот моя дочь, она работает в центре Рогачева в онкологическом, и она мне рассказывала о подростке, который отказывался спать и не спал несколько ночей, потому что боялся умереть. Он умирал на самом деле. И это, когда она мне это сказала, это было, конечно, большое страдание. И вот, читая вот эти, этот пример, эти строки, таки, Антония подумала, наверное, некому было просто подержать его за руку. Но потом я еще раз спрашивала ее, как вот, как он умер. Она сказала, ты знаешь, произошло чудо. Он умер с улыбкой на лице. Вот. И он, значит, говорит, что надо разделить с человеком его страдания, его страх, его боль. Разделенные страдания, это его цитата, даст больше силы, чем любая искусственная помощь, говорит Ладыка. И поразительный пример, который вот для меня произвел очень сильное впечатление, и о котором он тоже говорит, это пример умирания его матери. Он в разных книгах возвращается к этому опыту расставания с ней. Меня поразили слова, которые его мама, моего мама, сказала перед смертью, после вот такого удивительного общения, общения в любви, помощи, сострадания. она ему сказала так, я умираю, но мы никогда не были так счастливы. Вот этот дар, вот суметь такое передать человеку, конечно, к этому надо стремиться, этому надо учиться. И Ладыка Антони приводит слова французского писателя Габриэля Марселя. Сказать человеку, я тебя люблю, то же самое, что сказать, ты никогда не умрешь. Вот это название той брошюры, которая у нас выложена. Ты никогда не умрешь. И дальше он говорит, как христиане мы можем утверждать, что любовь сильнее смерти. Он вспоминает песни из Ветхого Завета, сильна как смерть, любовь. И через любовь к человечеству Христос побеждает смерть. Очень трогательно звучит его совет, в этих брошюрах есть, как нужно относиться к смерти человеку неверующему. Вот как помочь ему. И надо его утешать тем, что он станет частью этого прекрасного мира, этой вселенной, которая его окружает. Не знаю, насколько это звучит утешительно, но Владыке хочется освободить каждого человека от страха смерти. В своих беседах о смерти взрослых детей он, конечно, предельно честен. Он нигде не говорит, что это легко, это ничего не стоит. и он говорит, знаете, я думаю, мы не можем научить людей умирать, но мы можем помочь человеку постепенно возрастать в ощущении вечности, чтобы они могли почувствовать, что они входят в другое измерение. И тогда вопрос об умирании становится по большому счету неважным. И очень большое значение он придает встрече с каждым человеком. Этому тоже хочется научиться, потому что через встречу, через это событие с другим ты можешь услышать, что хочет тебе сказать Бог, открывающий тебе новые смыслы, которые до того для тебя были закрыты. Здесь мы говорили об отношении к смерти, как он говорил в Англии, и как вот и у нас тоже, что у нас, в общем, достаточно трусливая и мягкотелая цивилизация. Люди боятся страданий и смерти, хотят получать в основном из жизни выжить, получить удовольствие и отгоняют от тебя эти мысли. Я даже знаю людей, которые, нет-нет-нет, не надо мне об этом, не напоминай, не надо, не надо мне негатива, эта тема абсолютно закрыта. Только-только позитив. Для таких людей конечно мы должны научиться встречать смерть и если бы верующий, мы должны научиться готовиться не к смерти, а к полноте жизни. Вот удивительно, что меня тоже поразило, он говорит о положительной роли смерти в нашей жизни и говорит даже о глубине и красоте смерти. Вот задуматься, да, о красоте смерти. Возможность говорить так о смерти дает ему его глубокая вера. Только вера помогает людям выйти уже из этой жизни и разорвать, вот он считает, что смерть, она разрывает этот порочный круг времени прошлого, настоящего и будущего. И что человек через смерть прикасается, получает возможность прикоснуться к вечности. Как он говорит, это возрастать в ощущении вечности. Хотя эти книжки предназначены в общем для больниц и хосписов, конечно, они, мне кажется, мое глубокое убеждение, что они должны читать, эти книги должны читать многие, даже в общем всех, потому что это такая тема, которая мимо ни одного человека она не пройдет. каждый человек встречается через своих близких или каждый из нас ждет смерть. А я даже вот как-то не догадалась, что Федор Ефимович нужно представлять. Мне кажется, что большинство в аудитории знакомо. Федор Ефимович Василюк, психолог, доктор психологических наук, профессор. Извинение за такое опоздание. У нас, конечно, в Москве всегда есть алиби надежное. И мне очень обидно, потому что я очень хотел услышать первый раз именно доклад Татьяны, но надеюсь потом запись. Мне по роду работы намного меньше приходится и приходилось иметь дело с умиранием намного чаще с проблемой переживания горя у пациентов, которые потеряли близких. Боясь совсем не попасть в тон и содержание, потому что было, несколько слов хотел бы сказать про умирание. это действительно похоже в хороших случаях, очень особенный период. Когда я говорю хорошие случаи, то я имею в виду как раз те случаи, о которых например Владыка говорит, когда с этим солдатиком оказался рядом целый Владыка Антони в будущем. Кажется, есть опасность романтизации смерти. Да, конечно, когда преодолено усталость, есть торжество, но все-таки если мы хотим быть, вот как сейчас говорилось Владыка сейчас, быть рядом, мы понимаем, что избавлять от страха смерти в известном смысле нельзя и не нужно, потому что это правильный страх. Смерть ужасна, грязна, невыносима, это самый главный враг, ничего романтического нет, это в общем сплошная умирность. И бояться смерти правильная, нормальная человеческая реакция, которая выдает, что если бы мы так все и наши близкие думали, ну смерть это естественно, все умирают, все люди смертные, кай человек, кай умер, я человек, я умру, в этом была какая-то неправда, потому что какой-то у нас заложен импульс такого изначального неприятия смерти, который выдает то, что весь наш организм, все наше нутро знает, что нет в ней правды, нет в ней красоты, торжества, это наш враг главный враг, но вот именно дружба, военная дружба наперекор главному врагу и есть то, что сближает, то, что утешает и поддерживает период, когда нам приходится провожать и быть рядом с людьми, которые уходят, он отличается, выделяется всей жизни с этим человеком как особенный период. я бы, как ни странно, сравнил его с влюбленностью. Может быть, впереди еще долгий брак и долгая любовь и вся полнота жизни, но все-таки период влюбленности особенный по остроте нерощи и по такой чрезвычайной внимательности к другому, которую потом мы часто утрачены. Вот такое сопровождение человека умирающего одна из них, одна из главных особенностей это такая любовная внимательность, какое-то угадывание желаний. Часто, когда человек не может уже выразить это желание, оно у него есть, есть потребность, он не может выразить. Вот данный эпизод как раз такой, в котором пришлось лично участвовать, женщина умирающая очень пожилая уже, и она явно хочет, она не может говорить плохо, она мычит, что-то проговаривает, и я не могу угадать ее желание, она хочет чего-то от меня требовать, вот, выразить не может, я пытаюсь что-то одно попробовать, другое, она как-то натягивает так одеяло на голову себе, и тут у нее речь прорезается, она мне говорит, дурак, она требует, но не может сказать, ставки растут, я дохожу до идиота, потому что я совсем не то делаю, и наконец, я просто, пытаясь следовать за ее движением, она вот как-то пытается, ну, вдруг, какой-то попавшийся под руку платочек даже что-то такое, и раз она хочет вот что-то на голову я как-то ее натягиваю, завязываю, как платочек на голове, она вздыхает и говорит, умница, умница, вот, это так утешительно, как бы, нам обоим добились понимания, когда будет боевым, и это ничего не изменит, вот это угадывание как любви, угадывая любленности и пожелания близкого человека, важный момент такого, ну, телесного, душевного, тут не отделишь душу от тела, сопровожди, и в этот минуту, конечно, люди особенно становятся детьми, ну, человек и так, вообще говоря, положа руку на сердце, всегда ребенок, к этому даже может быть специально призыв господа будьте как дети избыточен, потому что что нам призывать, ну и так, дети, почти всегда, вот, но в этой ситуации человек становится больше ребенка, и поэтому как при уходе за младенцем любовь к нему выражается в поглаживании, в каком-то совместном дыхании, потому что его берут на руки через вот такую телесную форму, и тут эти формы становятся очень важными, вот то рукопожатие, держание руки, это даже более уже, ну, как-то более зрело, более взрослая форму рука в руке, думаю, что важно, как у Вознесенского есть такая строчка, кожа тоже ведь человек, кожа требует какого-то ухода, прикосновения, поглаживания, как форму выражения, так, люби и присутствия, то есть, когда Владыка говорит быть, то это не значит как бы находиться в некой философской позиции, в неком событии, мы рядом философской быть это быть и в том числе как бы телесно соприсутствовать, устать этой ночью, потому что он ведь не говорит нам о своей усталости, а он работал целый день, ему еще работать целый день, и он ночь сидел с этим человеком, он хирург, понимаете, и война, вот, значит, в этом держании руки и в этих словах были еще просто телесная усталость, которую он как бы привнес, вот положил на автарь этого соприсутствия с этим человеком, вот, и вот немного, что я хотел сказать по поводу сопребывания, и тогда, тогда, вот, мне кажется, установка на преодоление страха смерти, ну, так, стремиться к тому, чтобы человек не боялся смерти, в каком смысле, не очень точно, дело не в том, чтобы он не боялся, дело в том, чтобы с ним кто-то был рядом, когда он боится, ну, там, подростку пройти ночью по кладбищу, в темноте, конечно, страшно, но, если рядом есть какой-то товарищ, то это уже намного лучше, вот это сопереживание страха, а не замазывание, как бы, того нет или не должно быть, и вот в эту минуту размышления о горнем, может быть, воспринимается как ложь, как, человек, который перед глазами, перед глазами страх, и, может быть, какие-то демонические фигуры перед смертью часто появляется, поэтому в этот момент говорит, нет, все не страшно, все прекрасно, не нужно, потому что мы потеряем вот это соприсутствие сны. И два слова, может быть, про не то, как мы можем помогать умирающим, а что мы можем делать, помогая тем, кто потерял близких и переживает сейчас горе, мы должны в этом как-то соучаствовать, поддерживать их и так далее. Тут, во-первых, нужно, мне кажется, чтобы так полноценно в этом участвовать, понять, что само переживание, когда человек пережил горе, пережить горе, что за этим словом стоит не просто эмоция, вот он почувствовал тоску, одиночество или боль и так далее, да, он это тоже почувствует, а это большая душевная работа, долгая, большая душевная работа с описанными даже психологиками, фазами, этапами, и если человек в первый период горе, такого, острого горя, или еще в период шока, не испытывает никаких чувств, а считает, что должен испытывать чувства горя, а он испытывает только одеревенелость, то присутствующий рядом по сути дела должен принимать вот эту реальность, которая есть у него сейчас, а не тоже вместе с ним присоединяться к его обвинениям в себя, что он вот сейчас не испытывает каких-то чувств. И когда мы сопровождаем другого человека переживающего, мы понимаем, что этот процесс переживания включает в себя, повторюсь, не только эмоции, но и какие-то мысли. Человеку нужно многое продумать, принять какие-то решения, как ему жить дальше, пересмотреть свои отношения с унижением. Ему нужно просто подумать, как адаптироваться теперь к этой жизни в таком чисто физическом плане. Когда мы поэтому соучаствуем в помощи другому, то мы соучаствуем в этом деле. Если кто-то поможет накрыть на стол предупреждение, это сопереживание. Это сопереживание. Иногда лучшая форма сопереживания. Вы знаете, что у некоторых восточных народов, по-моему, у нас в Дагестане есть традиция приходить родственники, знакомые приходят в дом, где умный человек, садятся и там сидят несколько часов, у кого есть сколько времени и молчат. И это тоже хороших форм владыка об этом часто говорит, поддержки, когда мы соприсутствуем, мы готовы помочь, если нужно, но мы боимся каких-то ложных слов, неточных утешений и так далее. И вот культурой там закреплено, что можно молчать, у нас как-то вроде нужно что-то говорить, а все, что не скажешь, все глупость. Нужно понимать, что в этот момент у человека есть много каких-то странностей. Некоторые эти странности осознают, а некоторые нет. Потому что душа не может сразу принять факт, даже если ум принимает факт, то душа нет. Два года назад умер учителем, физической, его жена рассказывает. Еду в магазин и беру с полочкой йогурт, который у Володи любит. Вот творожок Володи любит, вот мальчик лор. И когда уже там что-то третье складываю, я понимаю, Володю тоню. И начинаю выкладывать. Я этого не ем, я этого не ем, я этого не ем. Вот это движение рукой, это выкладывание, это есть тоже переживание, потому что горе в том, что вот это есть момент еще одного расставания, разлуки. Вот этого больше нет, это не нужно. Вот здесь еще, еще раз миллион ниточек, которые связывают людей, рвется и вот это, и это, и это еще. Вот. И всякого рода странности в поведении, быть рядом какими-нибудь родственниками, знакомыми сказать, ну что ты. Тут не нужна, ну просто обычная, по-моему, никакой психологии не нужна, обычный человеческий такт, понимая, что душа проходит трудную работу, и она не может по-солдатски повернуться по команде налево и сразу разовым образом движить. это большой этап, в котором мы можем соприсутствовать. Вот, что я хотел сказать. Спасибо. Это Протеерей Серафим Правдолюбов, настоятель Троицкого храма в поселке Гусь-Железный. Я очень устал, и, наверное, долго было это все выступление, поэтому я, наверное, утомлен. Нет, когда-то все так уже смотрю такой какой-то взгляд, такой, как будто мы все на поминках. Я, конечно, хочу почерпнуть большую честь мне оказанную, потому что тут рядом такие светилы, все, а я простой сельский батюшка. Но вот из своего маленького опыта тоже хочу делиться. Я имею в виду контекст. Сейчас все говорили о вот этом страшном, поистине, очень серьезно важном факторе, как реальность смерти. Но вот часто бывает паника. Как говорят, в России зима наступает всегда внезапно. Чутка такая есть. Вот у человека часто у многих людей смерть в чем-то. Ее понятие всегда внезапное. Но это в том случае, если человек потерял контекст своего бытия и вообще потерял масштаб. И вот я хочу сказать из книги фридрики дистанцируются несколько другие начинают интересоваться. Серьезней книга «Разлуки не будет». Владыка наш в моей епархии даже это в небо положил в офисе епархии. Пока батюшка ждет своего очереди, пусть заглядывает. Прекрасно. А я почему это привел? Потому что там очень много глубины и очень много вообще совет врачам. Там где-то пробегает фрагментально как бы по касательной о священниках. Но в целом это профессиональная такая профильная литература как встречать, как общаться, как помогать вот этих людей, которых Бог призывает уже. И вот меня заинтересовали там три, вернее четыре наверное. Четыре градации. Это условные, условные как бы схематичные построения состояния умирающего. Это меня задело. Реакции когда не то что умирающего, даже встречающего реальность уже в своей судьбе, приближения смерти это отрицание. Нет не я, не может быть, только не со мной. Вот там пишет автор. И начинается такая очень большая агрессия и противление. Нет, нет, нет. Второе состояние вдруг депрессия. То есть при убеждении в том, что это надо человеческим усилием это уже надмирное явление человек в растерянности, у него паника. И он бессилен, он беспомощен. Я знаю конечно много других здесь моментов. Может быть не только беспомощен, но все равно это присутствует. Дальше очень интересно. Вот пишет автор сделка. Вот я хочу об этом сказать. Сделка это психологический тест ретроспективы смотрения назад, смотрения на прошлое и ее оценка оценка от отчаяния. Мог быть, но этого нет. То есть как бы сожаления не достигнутого. И такой некий психологический момент «Господи, давай, ты мне продли жизнь, а я все это восполнил. Давай, я тебе, ты мне». Там очень здорово сказано, это надо фразеологию читать. Это тоже опять состояние души в панике. Ну как быть, может быть, это какая-то зацепка. Я я может быть, там даже есть вражение у автора прекрасное. Я на велосипеде весь мир проеду, наберу денег, построю часовню и так далее. Вот такое меня это медвило. То есть вот, ну Господи, дай мне еще, я теперь совсем другой, я теперь хороший. И далее, вот еще две градации, далее уже это примирение. Вот когда смиряется душа, она вся кипела, она бунтовала, у нее было страдание, все, все это она пережила и пришел некий мир. И в этом мире последняя уже градация состояния надежда. Это очень очень интересно. И вот как мы проходили тоже как бы некую технологию греха, когда нам на лице говорили, знаете, грех можно теоретически расчленить на степени, так сказать, от начала до кульмин, так сказать, до финала. Это все знают, наверное, я просто напомню. Прилог, то есть приближение, внимание, усложжение, вот когда сердце чуть-чуть задело, желание, заделась воля. И что-то я пропустил, наверное, предлог, внимание. Вот грехе, вот здесь тоже как бы некая попытка вот тоже проследить, вот это естественно, крупной фельдин, здесь такой подход, что вот это вот состояние, и как помочь. Вот конечно, вот как вы говорите, нельзя ароматизировать вообще самоявление смерти, и нельзя, так сказать, поэтизировать, вот все правильно, но это по-человечески, это понятно, не надо, это даже будет искусственно, так сказать, надуманно все, но одухотворять надо, то есть эту реальность надо наполнить духовной вот этой вот пространственной такой вот как жизнь полнотой, потому что смерть это просто физическое явление, и оно страшно чисто в животном плане, физически, очень многие, сейчас совсем недавно у меня умирала значит, кайхожанка, все узнала, она смотрела лицом в сторону смерти и так далее, она же лбанчика, я боюсь, я боюсь боли, я боюсь страдать, она страдала, кстати, она очень страдала, вот это все это есть, понятно, но духовный страх, это успение Святой Богородицы, Матери Божией просит Сына, Пречистого Господа, чтобы Он избавил ее от лиц вот этих духов злобы, это правда, и они, кстати, они окружают, об этом, об этом вот в этих книгах Владыка Антония, там, конечно, так он оптимизирован, чуть-чуть позитивирован, как сказать, жанре, что вот улыбается человек, или там удивляется, и там дети общаются, но иногда они улыбаются, у меня был пример, пришел я причащать умирающего, а он мне показывает в угол, туда, просили кропить, до этого он объяснял своим родным, чтобы батюшка крестьянской воды взял, я пошел туда, укроплю, значит, его кто-то пугает, ему мешает, тут все вместе, и помощь нужна, нужна помощь духовная, она реальна, и это молитва, это как раз действие от сердца любящего, прикосновение, это и глаза, это и участие, сострадание, такое, деятельность, все правильно, но жалко, и знаете, почему, я почему-то говорю, жалко, потому что надо раньше помогать, это процесс опаздывания, опоздали, как говорится, дорогие мои, опоздали, надо было помогать вместе, кстати, вживаться в атмосферу церкви, в нее входить, выцерковляться, как мы говорим, потому что в церкви все есть для того, чтобы идти смело на смерть, потому что Христос умер и воскрес, и вы знаете, дальше история, мученичество и так далее, можно идти, хотя страшно, но не страшно только, ясно кому, преодолеваешь страх и во Христе имеешь победу, и вот о времени, вот почему я сейчас сказал, опоздали, вот время, вот время и ужаса умирающего, так сказать, его, можно понять каждому, потому что вот это духовное страдание, это там не сделал, это не так, это бросил, вот такая лень, там греховное падение, здесь не покаялся и так далее, паника, паника, и вот надо нам помогать родителям, своим детям, в стране родителей, нам, своим друзьям, как-то вот воцерковляясь, вживаться вот в эту, ну, масло не масло, вживаться в жизнь церкви, потому что церкви постоянно рефреном, лейтмотивом звучит смерть и воскресение, смерть и воскресение, главная линия, так сказать, это спасение, то есть там все время идет, как говорится, вот говорят, субсвития, интернетанте, всегда постоянный контекст, постоянный масштаб, и вот церковь помогает в этом масштабе воспринимать себя, окружение, все пространство и всю свою судьбу, масштаб, вот когда этот масштаб, как говорится, небо-совчинку говорят в народе, когда масштаб сужается из-за смертного страха, вот тут будет ему помогать навыками приобретенной, молитва, переживания жизни святых, переживания радостные, как благодарность Богу, каких-то его маленьких, но все-таки усилий в добром, в святом, это очень важно, я хочу, еще вот время, это тут еще один врач для, и помощник, и участник в этом неизбежном для каждого из нас подвиге и страдании и некого такого, я не знаю, какое слово здесь подобрать, вот этого смятения сердца, души неестественного, то, что привнесено в природу человека через грехопадение. И вот я хочу, я не утомил, нет, еще можно мне три минуты, нет, читал я дома, я заметил ровно три минуты вот этот текст, можно я ее прочту? Да. Ой, я хочу с вами поделиться, это отец Алан, спросите меня, что я сюда вторгаюсь, с Ацуманом, христианки, да, знаю, но как он говорит, и вот я хочу, о времени, давайте послушаем, я думаю, мы не пожалеем, вот он, отец Алан, вот я не обманываю, время жизни, дроги наши, это наше хранилище, сейчас я ее скажу, в которое мы сокровиществуем, мы все богачи, но кто из нас думает о времени, почти всегда человек мысленно простирается в будущее, забывая, что реально он обладает только настоящей минутой, Владыка Антоний, кстати, следующей уже не в его власти, и упуская в праздности настоящее время, или растрачивая его на грех, мы убиваем время, утрачиваем ценность человеческой жизни, как часто минуты угрозений, совесть, мы собираемся завтра начать делать добрые дела, в будущем оставить грех, в конце жизни покаяться, удивительно, это прям саму правду человеческую, но завтра бывает каждый день, а конец жизни еще дальше, и своими благими намерениями мы мастим себе дорогу в ад, ведь, увы, будущее для нас может и не наступить, а сразу, минуя будущее, откроется вечность, вечность неизбежна, так он хорошо говорит, не смерть неизбежна, вечность неизбежна, и какая будет она, призрите тленных благ, которые обманывают живущих на короткое время в земной гостинице, отступят в момент смерти, и обманчивое сновидение кончится, и богат окажется лишь тот, кто нынче сейчас богатеет в Бога, и первое, к чему неукоснительно призывает нас Господь, это стремление к истине, жажда истины и познание ее, что есть воля Божия о нас, чадо света рождено от Духа и исполнено им, поэтому они и должны приносить плоды Духа, жить в благости, в любви, в праведности и истине, еще чуть-чуть, восстань от греховного сна, воскресни от дел мертвящих Твой Дух и приступи с верой к Господу, и Он оживотворит Твою Душу и освятит ее светом истины. Дорогие, будем жить в Боге, надо жить в Боге, и мы должны стать для этого совершенными христианами, такими, какими хочет нас видеть Господь, какими повелевает нам быть в священное Писание, праведный, делай правду, собирай плоды истинно благочестивой жизни в вечную жизнь, копи, умножай, единственное богатство, просвещай других, близких, утешай, корми, можно продолжать дела любви, заботы, занимай, пусть каждый человек, которого посылает Тебе сегодня, Господь на жизненном пути станет самым важным, Владыка Антония, самым дорогим и самым близким для Тебя, согрей Его душу теплом своей любви, это ей жатва, приносящая плод в вечность. И маленький такой, маленький ремарх такая, здесь, конечно, можно сказать, возрастать в ощущении вечности, некое направление, как Владыка говорит, возрастать. Но здесь такой масштаб, это другой человек, отец Иван, у которого масштаб, где-то можно какие-то делать сравнения с такими светилами жизни благочестивой, как Владыка. А я бы прибавил сюда, все это масштабно звучит, но этот масштаб можно его разделить, ну, размельчить, как можно сказать, на малое доброе делание, то есть великое в малом, вот потому что вот мы, конечно, хотим всегда сразу глобализм, чтобы мы были прям праведные наши были дела, они были все великие, а вот каждый день улыбнуться, утешить, поддержать, сделать что-то не для себя, хоть маленькую крупицу, написать там что-то, подарить, то есть каждый день жертвенной любви это и есть то, о чем говорит отец Ам и вообще Владыка во многих своих произведениях и словах. Так звучит масштабно, этот масштаб применяется по силам и по дарам Божьим каждому сколько понесет. Спасибо, я больше не могу. А сейчас небольшой фрагмент. фрагмент. Спасибо. фрагмент. 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 фрагмент.